ассаляму алейкум добрый вечер дорогие друзья вы на канале вкусная еда с хадиджей сегодня вашему вниманию хочу предложить очень простой рецепт пирожков на сыворотке всем рекомендую их приготовить легко и просто давайте начнем приготовление я всем желаю удачи на кухне начинаем приготовление теста 250 миллилитров крутого кипятка отправляем в миску завариваем тесто и добавляем также один стакан муки из расчета 700 грамм муки у нас пойдет на все тесто добавляем также 250 миллилитров теплой сыворотки и вот все смешиваем получается вот такая эмульсия консистенция эмульсии на все про все у нас уйдет 700 грамм муки добавляем одну чайную ложечку соли одну чайную ложечку сахарного песка и 10 грамм сухих дрожжей если свежих прессованных то в три раза больше 30 грамм все хорошенечко помешиваем сыворотка у меня осталось от приготовления сыра домашнего у меня на канале есть видео посмотрите пожалуйста как я готовлю домашний сыр и эту сыворотку я использую и в чуду и в пирожки беляши очень вкусное тесто получается пончики всякого рода всем рекомендую по разному готовлю тесто и вас буду постепенно ознакомливать и вот сейчас мы накрываем крышечкой и дадим активироваться дрожжам я сейчас приготовила опару опара великолепно подошла за 15 минут посмотрите какая она стала пористая и пышная и далее сейчас будем продолжать замешивать тесто добавлять необходимые ингредиенты добавляем в тесто растительное масло 3 столовые ложечки и замешиваем тесто минимум 10-15 минут хорошенько накроем его крышечкой и дадим расстояться тесту 50 минут 1 час каждые полчаса делаем обниночку пока тесто наше стоит на расстоечке мы подготовим начинку я взяла свежий качан капусты нам нужно 700 грамм будем нарезать мелко не длинно не тонко а мелко чтобы когда мы пирожок разломали когда его кушать чтобы капуста не тянулась длинными такими перьями покороче нарезаем а также подготовим сначала лучок две луковицы две головки лука нарезаем можно средне нарезать потому что будем обжаривать и нарезаем также капусту подготавливаем а сейчас отдельно в сковороду отправляем растительное масло ставим на средний огонь где-то 3 столовые ложечки растительного масла и отправляем сюда лучок обжариваться затем следом морковочку и следом капусту и все будем тушить на медленном огне нарезаем мелко один помидор и добавляем приправы присаливаем это одна чайная ложечка соль можно получая на ложечки итак у нас приправы пол чайной ложечки куркумы пол чайной ложечки красной паприки копченые видите Видите, здесь пол чайной ложечки чили, паприка, пол чайной ложечки чёрного молотого перца и пополовиночки карри и кумина. Всё хорошенько помешиваем. Накрываем крышечкой и дадим минут 20 на медленном огне. Итак, капуста наша готова, она протомилась у меня ровно 35 минут, великолепно выпарилась влага и масла не видно. Вот идеальная начинка для пирожков, в меру солененькая, в меру острая. Тесто тоже наше уже подошло, оно готово. Обминаем его, ферментация великолепна, тесто пышное. Пористое. Обминаем его, подпыляем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто и будем делить на кусочки порционные. А также подготавливаем поднос. Поднос подпыляем немного мукой. Готовые шарики будем устанавливать на поднос. Итак, разделываем тесто. Каждый шарик получается по 80 грамм. Скатываем в шарик и устанавливаем на поднос. Накрываем полотенцем и даем 10 минут расстояться. Наши шарики великолепно расстоялись, готовы. И сейчас отправляем на рабочую поверхность и раскатываем эллипс. Как можно тоньше. Пирожочки у нас будут увесистые, большие, пушистые. И поэтому их раскатываем потоньше. Начинку выкладываем на серединку. Мы будем скатывать их в тугой рулетик. И края будем обязательно защипывать. Итак, выкладываем столовую ложечку начинки. Начинку можете брать абсолютно любую. В данном случае у нас капустная, а можно картофельную, творожную, грибную с курочкой. Очень вкусно получается. Печенка с картошкой. И вот так сворачиваем в плотный рулетик. Стараемся, чтобы все пирожки были одинакового размера. Вот так подгибаем. И всё, до конца. Немножко подкатываем пирожок, чтобы он принял правильную форму. И делаем вот такой защип. По защипу проходимся 2-3 раза, чтобы тесто хорошо скрепилось. Потому что при жарке швы могут открываться. Выкладываем на отдельную доску, подпыленную мукой, чтобы наши пирожочки расстаивались. И так проделываем с каждым кругляшом. Итак, пирожочки накрываем полотенцем и дадим 10 минут расстояться. В сковородку выливаем растительное масло без запаха 300 миллилитров. Нам надо столько масла, чтобы пирожочки наполовину погружались в масло. И правильно, равномерно обжаривались. Как только масло будет готово, средний огонь переводим ниже среднего. Чтобы они успевали прожариваться тесто, чтобы не оставалось сырым. Итак, выкладываем пирожочки. Они сразу надуваются, становятся очень красивые. И обжариваем до золотистого цвета. Отдельно уже я подготовила тарелочку. Заранее покрыла полотенцем бумажным. И мы будем выкладывать готовые пирожки на это бумажное полотенце, чтобы стекал излишний жир. Пирожки получились хрустящие, внутри пушистые и нежные. Много-много начинки пикантной, а сверху нежная хрустящая корочка. Всем рекомендую их приготовить. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать новые видео. Я вам желаю всего самого наилучшего, здоровья. И до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok